Иркутск и все пригороды сегодня утром встали в десятибальных пробках. Обильный снегопад сковал дороги. Об обстановке на магистралях подробнее расскажет наш корреспондент Марина Беклевишима. Она пообщалась с синоптиками и сейчас на прямой связи со студией. Марина, добрый день. Вам слово. Да, Катерина, добрый день. Мы сейчас находимся на улице Советской. Как видите, снег не утихает и даже не думает останавливаться. На дорогах области сегодня работают в круглосуточном режиме более 100 единиц техники, 120 человек, дорожных работников. Ну а как обстоят дела в самом областном центре, мы сейчас узнаем у главного инженера МУП Иркутска Автодор Андрея Пономарева. Андрей Николаевич, здравствуйте. Расскажите, был ли Иркутск готов к такому снегопаду? Сколько сейчас единиц техники работают? Да, мы знали, что начнется снегопад. Он начался накануне вечером, с 10 часов вечера. Мы перед этим обработали проезжую часть с противогололюдными материалами, где-то примерно до 12 ночи. И после 12 ночи машины поехали на расчистку улиц. Это продолжалось где-то до 6-7 утра. Затем мы, конечно, прекратили, потому что основной поток транспорта. Люди едут на работу, у нас пересменок. И после 10 часов у нас опять техника вышла обратно на дороги. Сейчас производится очистка улиц. За прошедшую ночь было высыпано порядка 1300 тонн соляной смеси, обработанные тротуары. Сейчас в данный момент убираются на остановках автобусные карманы, пешеходные переходы, на магистральных основных улицах. Пока снегопад не закончится, выпала декадная норма, и снег продолжает падать. Прогнозы такие, что примерно до 3 часов ночи будет продолжаться. Поэтому все работают в круглосуточном режиме. Вся техника, какая имеется, она вся на линии. И оперативно мы по различным предписаниям ГИБДД где-то что-то, если что, обрабатываем еще проезжую часть подъема и спуски. Спасибо вам, Андрей Николаевич. Желаю вам успехов в борьбе с таким снегопадом. Спасибо большое. Ну а мы буквально полчаса назад побывали на пресс-конференции, которую давал Иркутский гидромедцентр. И там рассказали о том, что действительно в Иркутске буквально за меньше чем за сутки выпала декадная норма осадков. В самом Иркутске это 8 мм, по Иркутской области это 10 мм. Высота снега составляет уже 18 см. Такое могло выпасть за 10 дней, а выпало за сутки. Также там рассказали о долгосрочном прогнозе на весь декабрь. И первая его декада, можно порадоваться, будет теплой, дневные температуры всего лишь минус 8-10, ночью до минус 20 градусов. А вот вторая и третья декады будут уже посерьезнее. Там будут морозы до 40 на севере области, до 30 ночью в южных и центральных районах. Хочу сказать, что о новогодней ночи, как сказали метеорологи, говорить еще рано. Они скажут об этом позже. Ну а я хочу напомнить, что такой снегопад это повод порадоваться, почувствовать предновогоднее настроение. И поэтому всех водителей, автолюбителей призываю быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию. Если можно отложить дальние поездки, то сделайте это, а если нет, то не забывайте о мерах осторожности. Пусть этот снег станет поводом для радости, а не для каких-то нервных или плохих ситуаций. Поэтому берегите друг друга, будьте внимательнее. Катерина? Марина, спасибо большое. Я напомню, моя коллега Марина Беклемишева сейчас работает на улицах города Иркутска. И подробную ситуацию мы расскажем вам сегодня вечером.